Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о танке 10 уровня ветки СССР. Это объект 277. Это танк нового поколения, как его назвал Amway в свое время. И я с ним абсолютно в этом вопросе солидарен. Машина крайне интересная, особенно сегодня, когда у нас мобильный рандом, где часто происходят позиционные врывы, то есть, скажем так, врывы в позиции противника, если более детально говорить. То есть, эта машина по-своему очень интересна, имеет свои достоинства и недостатки, соответственно, о ней сегодня мы и поговорим. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите что-то покушать, мы начинаем. Объект 277. Это новая машина, то есть, она появилась у нас сравнительно не так давно. То есть, раньше у нас была немного по-другому сделана ветка, его добавили дополнительно, чтобы развести ветку ИСов. От ИС-3 теперь идет на Т-10. Раньше Т-10 был перед ИС-7, но вместо этого добавили объект 257 и объект 277, соответственно. Что мы имеем по ветке? То есть, ветка ИСов это одна из самых, скажем, популярных веток в игре, я считаю. Думаю, многие со мной согласятся. Это моя, в принципе, первая ветка прокачки до 10 уровня. И если сегодня игроки начинают играть, я могу, ребята, вам смело советовать качать ветку ИСов. Это интересные машины, действительно, начиная с КВ-1 на пятом уровне и заканчивая ИС-7 или 277, не имеет значения. Это все будут классные танки. Да, придется кое-где пострадать. Я недавно качал другу своему аккаунт, помогал с прокачкой. Играл на КВ-1С. Сегодня КВ-1С это крайне сильная машина на шестом уровне. Советую всем попробовать поиграть. То есть, машина крайне прикольная. На ИС-7 придется, конечно, когда вы начинаете качать с нуля, пострадать. Потому что стоковое орудие на седьмом уровне со 120 бронепробития, это такое, конечно. Но когда вы выкачаетесь до деструктора, то там будет уже на порядок поинтереснее. Говоря об объекте 277, это не просто какой-то тяжелый танк. Это средний танк в тяжелом корпусе. Машина крайне мобильная. То есть, очень быстро ездит. Очень классно на нем врываться, влетать. Имеет потрясающую стабилизацию, учитывая, что это тяж. И очень неплохое орудие. Как видим, у меня по сборке стоит вентилятор, стабилизатор и досылатель. Экипаж Боевое Братство Ремонт, как обычно. Имеем 2862 ДПМ. То есть, перестреливаться с тяжами одно удовольствие. Плюс еще ко всему у нас бронепробитие 265 мм. Урон 490. Мы просто влетаем и начинаем всех разминать. Поэтому давайте сейчас с вами посмотрим коллижен. После чего перейдем с вами в бой. И уже будем говорить в бою более детально об этой машине. Поехали в коллижен. Коллижен модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 97 мм. 97, 80, 107. То есть, она комбинированная. Имеет неплохую приведенку. 270, 290 мм. Бронеплита 225 во лбу. 235 по краям. НЛД 234 мм. То есть, лобовая проекция. Вверх танкует, низ не танкует. Хотя, иногда бывает и снизу отлетает башня. Как обычно, советская. Литая, непробиваемая. Иногда могут закинуть в лючок. Но крыша и щеки ничем не пробиваются абсолютно. Имеет также фальшборд 100 мм. За ним идет основной борт. Там 170 с сумасшедшей приведенкой. Так что, в борта машина тоже не пробивается. Бывает, залетает через гусеницы. Но это крайне-крайне редко. То есть, бортом играть можно. Нужно. Машина очень-очень неплохо бронирована. Учитывая то, что она крайне быстрая. Намного быстрее, чем ИС-7 по динамике. Поэтому, танковать на нем можно. Танк, конечно, имеет очень длинный корпус. Он действительно очень большой. И бывают такие проблемы. То, что вдвоем, если вы с кем-то стоите. Будет очень трудно развернуться. Потому что тачка реально длинная. Но в целом, по броне очень хорошо сбалансирована. Уязвимые зоны. Это люк, как обычно, командира. Хотя туда не всегда пролетает. Но бывает. Он маленький, но в него бывает залетает. И, соответственно, НЛД. Но в НЛД, кстати, тоже будет залетать не каждым выстрелом. Мы видим, что броня здесь как слоеная. Такой пирожок. Она из многих, скажем так, листов склеена. И в некоторых местах, если снаряд будет попадать. Обычный. То есть, не голдовый. Голдой, как обычно, танк будет пробиваться уверенно. Но если против вас играют на ББ. Он сможет отбивать. И отбивать будет уверенно. Поэтому, по бронированию, это твердая пятерка. Не по уровню, конечно, а по оценке. А то подумайте еще. Давайте сейчас посмотрим с вами бой. Я выбрал отличный реплей на большое количество урона. Поэтому, поехали в бой. Бой у нас на карте Берлин. Видим, что игрок будет играть с оборудованием Улучшенная закалка, стабилизатор и досылатель. Три у него ББшки. Много кумулятивов. И доп поет. Ник у нашего сегодняшнего игрока. Одинский Игорь 0.1.1. А настоящий ник. И в клане Ром находится он. Интересно, конечно, сделан ник. Скорее всего, под клан его создавал. Как видим, на этом танке у него уже две отметки. За этот бой он получит заветную третью. Видим, что отправляется изначально в ТТ-позицию. Забросило его в большой сетап, где всего четыре десятки. Все остальное ниже. Как видим, танк едет уверенные 50 км в час. Зарядил он сразу ББшку. Насчет оборудования закалка. Я думаю, это тоже, в принципе, возможно. Если вы играете в размен. Почему нет? У машины хорошая абсолютно динамика. Вы можете приезжать первым. Давать шот. Получать шот в ответ. То есть перестреливаться. На ББ пробитие 265. Как видим, он забрасывает СУ-7 первый шот без проблем. Вылетает 519. Кумулятив пробивает 340. Классический советский кумулятив. Машина крайне, довольно-таки, быстрая, скорострельная. Очень приятное орудие. Я когда после Т-10 получил 277-й, я был крайне доволен. Это Т-10 на максималках. С лучшей броней, лучшей пушкой. Дает шот по С-4. Но С-4 не такая уж и простая цель для него, конечно же. Потому что дед все-таки бронирован. Если вы задаетесь вопросом для себя, какой тяжелый танк СССР по броне взять сегодня. С-4 это хороший выбор. Машина крайне, очень плотная. И отличный шот сходу по Т-56. С-4 классный танк. Да, то, о чем мы с вами говорили. Очень плотный, очень хороший. На нем можно реально танковать. Не сильно популярный, конечно, в рандоме, как мы видим. Но, тем не менее. Заряжает кумулятивы, дает в щеку ИСУ-7. 340 абсолютно хватает для такого выстрела. У него, у нашего 277, очень хорошая башня. То есть пробить вас в маску будет крайне сложно. Он стоит от кумулятивов, разминает спокойно танки противника. Прошло 2 минуты боя и у него уже 2000 урона. Друзья, я вам напоминаю, если вам нравится мой контент и вы хотите получать больше роликов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Я на все комментарии в основном отвечаю. Да не в основном, а в принципе на все отвечаю. Так что можем с вами спокойно пообщаться. Если есть желание поддержать канал, его развитие, можете зайти на мой Patreon. Там все будет, скажем так, детально расписано, как это можно сделать. Выполнил он уже ЛБЗ у нас. Это у нас было ТТ-12 броня крепка. На Объект-260. Продолжает постепенно разминать ИС-7. Там подъехал еще 705-й. Тоже очень бронированный танк, но не для кумулятивов с 340 пробития. Кому подойдет Объект-277? Если вы качаете ветку Т-10 и любите быстрые такие динамические танки, этот танк будет специально для вас. Потому что эта машина крайне быстрая. Она приезжает раньше противников на позицию. Имеет очень хорошую стабилизацию, очень мощную пушку. То есть, как видим, 340 на кумулях, 490 альфы. Это как ИС-7, но намного интереснее, чем ИС-7. Потому что 7-ка, она не так быстро ездит, как этот танк. По броне, конечно, ИС-7 будет поинтереснее. Да, не буду лукавить, но тем не менее. Времена ИС-7 в текущем виде, каким он играется сейчас, прошли. То есть, есть танки, которые сильнее, чем ИС-7. Возьмем, например, китайскую ветку ВЗ. Там вообще просто имба на 10 уровне, о которой мы с вами, соответственно, тоже поговорим. Поэтому, если выбирать между ИС-7 и объектом 277, я думаю, 277 будет на порядок интереснее. Потому что он просто банально быстрее, пушка интереснее. Броня имеется. Если играть правильно, можно абсолютно без проблем натанковать, как и на 7. Так что, с головой. Всегда нужно играть с головой, друзья. Видим, что счет пока что у нас 2-3. Они немного проигрывают по ХП. Танкует у нас выстрел от 705-го бортом. Борта здесь очень хорошие, как я говорил, плотные. Имеют фальшборд. Отлично, пробивает 705-го. У него КД быстрее, чем у объекта 705. 4987 урона у него уже есть. 1910 заблокировано. Дает еще один шот в ВЛД по 705-му. Там видим прорыв, заехав в спину Т-10. Счет 4-3. Они выигрывают на 3400 очков прочности. Команда противников. Здесь видим много ПТ, которые едут по мосту. Так, сводится на Кампанцер. Сходу забрасывает по нему фугасом. А, нет, он забросил все-таки кумулятивом, да? И подсветил еще его на небольшое количество урона от арты. Кампанцер уехал. Как видим, стабилизация у танка максимально комфортная. Он может сходу стрелять. Имеет очень сбалансированное, как я уже говорил, орудие. Здесь светится СТРВ. Он немного поторопился с выстрелом. То есть, он мог пробивать кумулям СТРВшку. Критует ему, скорее всего, двигатель. 6900 урона у него уже имеется. Видим, что по счету команда союзников впереди. То есть, он здесь размял абсолютно беспроблемное направление, проезжая дальше. Видим, что справа идет неплохой такой замес, в котором еще много, в принципе, очков, которые можно выбивать. У него пока один фраг, 7300 урона, 2300 на танкованное и 1000 помощи. 1000 на свет, а помощи, все в целом. Очень, как я говорю, крайне динамическая машина. Видим, что 50 км в час он набирает. Очень быстро набирает. Ездит уверенно, как СТ. На нем очень удобно ездить, менять фланги. То есть, это машина, которая поможет вам в ходе боя менять свое направление атаки, направление поддержки. И вы всегда успеете вернуться, успеете приехать. Оттого я и считаю, что эта машина на порядок интереснее, чем ИС-7, потому что семерка, она ездит с горки. Да, я понимаю, что со мной многие могут по поводу... По поводу... По поводу семерки не согласиться. Но мы все прекрасно знаем, что ИС-7 имеет спорную довольно динамику. Если сравнивать его с этим танком, то ИС-7 однозначно проигрывает. Видит здесь бараска. Хочет помочь союзников. Светится СТБшка. Спокойно сводится. Забрасывает 545 по СТБ. Счет уже не в пользу зеленых абсолютно. То есть, команда противников смогла вырвать инициативу в этом бою. По ХП они примерно равны. Сходу дает по СУ-130 ПМ. Танкует от него шот. 8500 урона у него уже есть. Он проезжает, видит ИС-2. ИС-2 крайне неприятный танк. Слава богу, что он не попадает. Пробовал сходу забросить по ИС-2. Но пушка не настолько прям точно. Это не патон какой-то, чтобы забрасывать на второй передаче по танкам. Но с таким сведением, в принципе, он может забросить. Видит, светится артиллерия. Ему нужно разминать на этом направлении СТ-шки. В спину прилетает от объекта. Е-100 едет на базу. Спокойно, расчетливо нужно играть. Много танков здесь шотных для него. То есть, тот же Компанцер, если зайдет, отлично. Просто на пол сведения забрасывает по Компанцер. Как видим, пушка позволяет вам стрелять сходу, с наскока. Если есть стабилизатор, без каких проблем. Вообще, вы ни с какими проблемами просто не столкнетесь при выстреле. Он очень-очень такой подвижный танк. В спину дает два шота. Мог бы дать бараск. Еще арта по нему забрасывает. Нужно добирать СТБ. Спокойно выцеливает его. Ждет своего момента. СТБ тоже не дурачок. Видим, что он мансует аккуратненько. Там стоит справа от него ИСУ. Неудобный в простреле СТБ. В щеку он бы его вряд ли пробил. Слишком угол острый. 527 по ИСУ. Получает шот от СТБ. Он пробивает, по идее, в НЛД, я так понимаю. Не видно, к сожалению, куда он его пробил. Через каток спереди он бы вряд ли его, конечно, пробил. Впет у нас 9-13. Не попадает. Очень странный выстрел. Куда-то непонятно уходит снаряд. Такое, кстати, в последнее время я заметил и у меня бывает. То, что вроде сводишься, стреляешь, а снаряд куда-то в никуда уходит. То есть, очень неприятно. Остается всего 6 танков противника. Видим, Е-100 там кружится с артиллерией. Добирает артиллерию и Бараск выходит в спину. Может неприятно набросить. Танкует кормой 1. Вторым шотом Бараск не попадает. Ему нужно убивать ИСУ и ехать на СТБ. То есть, это будет максимально правильное решение. Он его принимает, кстати. Я бы поехал абсолютно так же. Потому что СТБ шотный. Он очень мешает. Танкует ИСУху бортом башни. И едет на СТБ. ИСУха в КД. Спокойно добирает СТБ. Успеет перезарядиться и дать по ИСУ. Можно играть от трупа СТБ. От арты он здесь, в принципе, по идее, закрыт. Из опасных противников ИСУ для него довольно опасно. Может пробить на большое количество очков. Это будет очень неприятно. Потому нужно с ним играть аккуратно. БЛ-10 это легендарное орудие ИСУшки. И с ним нужно тоже считаться. Альфа, к сожалению, вылетает не царская. 490. Больше. Могло бы вылететь. Те же 520. Было бы поприятнее. Танкует ИСУшку. И спокойно ее добирает. Остаются всего 3 танка противника. Еще остается также его союзник. Который имеет 456 очков прочности. Нужно ехать помогать с Бораском. Бораск очень юркий танк. Про него также обязательно с вами поговорим. Я бы хотел себе заиметь Бораска в ангаре. Потому что я его тогда приобрести не успел. Зарядил фугас. Сходу забрасывает 293 фугасом по Бораску. Как видим, он чуть-чуть приостановился. Кто, кстати, друзья, не знает. В танках можно ездить на первой, второй передаче. Это кнопка R по умолчанию. Вперед. А и F назад. То есть, если вы хотите аккуратно выехать. Становитесь около угла. Нажимаете R. И танк будет выкатываться на первой передаче. Нажмете второй раз. Передача будет вторая. Также можно сдавать задом. Очень удобно. У него уже 6 фрагов. То есть, воин. Видит, что артиллерия бросает где-то из квадрата. С9. Едет за ней. 10535 урона у него уже есть. 5000 на танковано. Как видим, это крайне солидные показатели. Я бы не сказал, что бой для него в чем-то сложный. Мы видим, что он действует абсолютно уверенно. То есть, не зря у него здесь две отметки. Видно, что он знает, что делает. Спокойно, расчетливо стреляет. Занимает позиции. И меняет фланги. То есть, так на этом танке и надо играть. Потому что машина, она... Компанцер сюда переехал. Отлично. Он сейчас спокойно приедет по нему. Будет работать. Компанцер для него, как я помню, на один выстрел. Где-то здесь, в кустах, также невидимка. Дважды его компанцер не пробивает. Убивает его. И едет уже добирать последнюю в этом бою артиллерию. Если вам, друзья, понравился бой, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я буду стараться выпускать для вас видео регулярно. Танк этот подойдет для всех, кто хочет настреливать. Для всех, кто хочет атаковать. Эта машина крайне быстрая, динамичная. И я рекомендую его качать. Потому что я сам на нем играл. Машина реально класс. По своим ТТХ. Это просто супер тачка. Если вы хотите научиться играть в активные бои, этот танк реально для вас. Конечно, много тяжелых танков интересных. Но этот именно такой. Для врывов прям бомба. Доберет он без проблем эту артиллерию. У него будет, я так понимаю, 8 фрагов. И 11 тысяч урона. Да, все верно. Если понравилось, знаете, что делать. Пока-пока. Удачи. Продолжение следует.